Кто сказал, что предназначение гирлянды украшать ёлку? Яркие лампочки могут засовить сиять любого, а если есть пару зеркал, эффект будет в прямом смысле неотразимый. Для того, чтобы создать новогоднее настроение, можно использовать зеркала, потому что это расширяет пространство, и лампочки отражаются в зеркале, и это в 2 раза больше огоньков, и, соответственно, в 2 раза больше новогоднего настроения. Эффектные кадры можно сделать даже на обычный спортфон, главное запастись хорошим настроением, тогда остальное будет до лампочки. Для этого можно использовать самые обычные гирлянды, самое главное, чтобы они были расположены близко к объективу. И это тоже придаст фотографии новогоднее настроение, потому что там будут такие красивые огоньки сверкать, это будет очень здорово смотреться. Делать новогодние фотографии с мишурой давно мувит он, в принципе, как и в колпаке Деда Мороза. Лучше укутаться в теплый свитер или шар, а можно надеть вот такие новогодние парижки. Нужную атмосферу может создать практически любой предмет, главное показать его в выгодном свете. Можно использовать даже вот такую самую обычную гирлянду, которая продается в магазине, сделает 100 рублей стоимость ее. Из нее можно делать различные формы, ее можно подносить близко к объективу, что дает красивая быка, можно подносить близко к лицу. Это тоже будут очень красивые кадры, которые придадут хорошее новогоднее настроение. Еще одна идея для новогодней фотосессии – портрет в новогоднем шаре. Правда, такие кадры оценят далеко не все, ведь смотреть на них без смеха непросто. Так, есть еще одна очень прикольная идея. Подходит, конечно, далеко не всем, потому что шар круглый, лицо деформируется, многим это может не понравится. Но новогодняя фотосессия не обязательно будет серьезной, можно подвратиться, поприкалываться, принять в себе эти настроения, потом будет что вспомнить. Для новогодней фотосессии совсем не нужна елка. Достаточно коробок, которые заранее можно обернуть новогодней и яркой бумагой. А вот в руки лучше брать реквизит поменьше, а то снимки будут совсем не подарок. Можно и рассказать историю без слов, но в картинках. Также фотографии хорошо смотрятся в серии снимков. Вы можете друг к другу протягивать подарки, пить кофе, какао, читать книжку, например. И несмотря на то, что снега на деревьях и сугробов у нас нет, делать новогодние снимки можно и на улице. Там даже не придется создавать новогоднюю атмосферу. Город уже подготовился к фотосессии. Антонина Шитова, Влад Крабцов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова